И вот он начался денек. Привет, друзья. Мы с Дашей едем. Смотрите, как она одета. Для меня я сказал, что это слишком вызывающе. Но Даша сказала, что так должна выглядеть девушка. Да? Так ты сказала? Так должна выглядеть. Так должна выглядеть моя девушка, она сказала. А что, не открыл, да? Садись, моя малышечка. Ох ты. Капец. Я говорю, я на тебя смотрю, я не верю, что ты моя жена. И мы уже на первом остановочном пункте. Как вы думаете, что мы приехали делать? Даже, наверное, не догадаетесь. Помните, я вам уже говорил о том, что у нас с Дашей совместный семейный бюджет. Но банки разные. Машина, которая нужна. Хорошо, если тебе нравится машина, заработай на нее. И сегодня тот момент, когда мы с Дашей идем делать совместный банковский счет. У Даши сертификаты нашей свадьбы и все остальное осталось только лишь открыть. Работает? Работает. Пошли. Здесь полушуба, полутый. Сейчас нас кто-то здесь по-любому встретит. Все заняты, что ли? Здравствуйте. 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 Мы хотим открыть деньги. Извините. И вот оно. Три минуты спустя. Ничего, никакого банковского счета. Потому что мы забыли паспорта. Так бы можно было с водительским удостоверением, но так как мы не гражданин из США, еще пока что, то нужно, чтобы было наличие паспорта. Ладно. Значит, это откладывается в маленький недалекий ящик на сегодня, либо на потом. Пока поедем. Кушать поедем? Да. Итак, семейным голосованием было выбрано место для завтрака. Another broken egg. Пойдем, малышка, покормлю тебя. Спасибо большое. Конечно. Хорошо. Спасибо. Ну, как всегда, меню фотографируем и выбираем. Какая ты красивая в этой маске. Не снимай ее. Я всегда издеваюсь над Дашей. А Даша надо мной. Вы бы знали. Она мне спасибо не дала. Кстати, Даша, когда ты расскажешь, когда ты приехала в Америку? Нифига не секрет, я заставлю ее на днях, чтобы она сняла это видео и рассказала вам. Видите, она сказала, с ними. Мам, Санат Халапур. Добро пожаловать. Супременное амландо-халапур. Спасибо большое. Ты можешь съесть табаско или что-то еще в момент. Можете у нас салса на стороне? Салса? Да. Спасибо. Ловин, завтрак-обед и Даша. Да что, из тебя влезет, скажи честно? Деточка. Ну, это лук холодный. Ну, это лук холодный с салмонда. Да, тенула холодный. Ладно, в общем. Мы обедаем. Аблокаду тебе? Почему у меня нету? Гады. Хорошая супруга. Выделила. И вот момент, когда была просто куча планов, банки, где печатать деньги. Ну, у Даши появились бизнес-планы. Она сваливает на своей машине. А у меня тоже планы. Я поеду на встречу с другом. Давно не виделся с Женей. Кстати, вы почему-то, я не знаю, как вы выпустили это из внимания. Собака, которая у нас была, это Женина собака. И мы ее брали, грубо говоря, скажем так, в рент на недельку-полторы. Срок прошел. Мы побаловались и вернули ее обратно. Поэтому собаки больше нет. Ну, вернее, она есть, она счастливая, радуется жизни. Но уже без нас. Будет ли у нас когда-нибудь собачка? Не знаю, посмотрим, но думаю, что точно да. Вопрос, когда? Это тот момент, когда мы с Женей заезжаем. И в место, где положено пить кофе, мы решили почекнуть. Ну, зачем? Лучше, проще. Все, булочки. Ну, булочки я не буду, я уже поел блинчик. Чай попили, душу согрели. Смотрите, Женя уже получил номера. Хотите прикол? Женя уже на машине ездит, сколько там, два месяца, да? Месяца. Ну, да, то есть, ну, ты тут только-только номера получил, где-то в течение месяца, наверное, да? Да. И у машины уже сел аккумулятор. Ну, как бы так, как машина новая, гарантийная, Женя его поменял. У него тоже был прикол, потому что у него аккумулятор под сидением в этой машине. Он приехал вечером в Ford, и даже на Ford люди удивились, что у него аккумулятор под сидушкой. То есть, был такой мастер, который говорит, о, блин, нифига себе, так же было, да? Они искали под капотом, 3 человека собралось, под капотом искали. Потом, блин, еще курса их не было, потом приходят ко мне, говорят, у тебя аккумулятор под сидением. Я говорю, я знаю. В общем, вы, короче, Женя заняло 2 дня, чтобы поменять аккумулятор на новый Ford, где по гарантии бесплатно, мы все равно с такими нюансами. Ну, в целом, насколько я понимаю, Женя, лошадка бегает, он там довольный. Ну, как в Мерсах, слушаем, да? Вот здесь. Ну, да-да. Где-то там, да. Ну, короче, вот такие приключения даже с дельницким центром, когда покупаешь новую машину. Смотрите, какое у Жени царство сзади. Теперь у него все до толку, полностью рабочий автомобиль. Все красиво, аккуратненько, проводочка, не проводочка. Вот это вот одно из его... Изобретений. Изобретений, то, что вообще Жене удовольствие приносит, как все красиво, гармонично. Смотри, какие тут баночки красивые. Ой, знакомые, знакомые. Ну, и вода. Все круто, круто, аккуратно. И теперь попытка номер два. Блин, вот куда могла Даша въехать, что уже она такая грязная машина. Я взял наши паспорта и мы валим в банк. Правда, он закрывается через 25 минут, но надеюсь, что мы успеем. А вот машину нужно помыть. Ну что ты, деточка? Ну и кто бы сомневался, что за 20 минут до конца банка мы сможем открыть банковский счет. Мы, конечно же, не смогли. Нам вообще сказали, вы можете попробовать онлайн, онлайн должно тоже сработать. А так как у Даши какие-то пятна, это, по ходу, смола, поэтому я быстренько, прямиком решил привезти машину на мойку. На простую туннельную мойку. Видишь, что показывает? Угу. Дик, 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 дик. Так вот, Даша, посидишь, рядышком и научишься водить, заезжать в туннель. Чик. Нитралка. Отпустили все. Парень работает. Даша с Иловой смотрит. Мойка туннельная здесь 6 долларов. В зависимости от какую мойку туда приезжаете, то в среднем вообще от 6 до 8 долларов. Ну, сейчас простой возьмем, за 6 долларов. Тоже нормально. Честно? Я вообще Даше предложил, говорю, Даша, может быть, вручную, сами по-моему, у нас же есть мойка. Но, Даша говорит, зарабатывает, может, все позволили, так красивее. Да, на самом деле просто на улице холодно, сегодня в Техасе 3 градуса, это вообще просто капец. Поэтому мы приехали на мойку. А так бы можно было семейным подрядом помыть машину. И мы решили, что это плохая мойка, потому что... Даша говорит, смотри, видишь, мне кусочек не отмыло, вот что это такое? Ну, ладно, будем считать это погрешностью. А, я вспомнил, в чем разница. В общем, на ту мою, которую я иногда езжу, 8 долларов, там после того, как выезжаешь из туннеля, ребята в 2-4 руки протирают полотенчиками вашу машину. Поэтому там на 2 доллара дороже. А здесь просто выезжаешь и сразу уехал, поэтому 6. Ну, так тоже пойдет. Так, контроль качества, смотрите. Не домыли чуть-чуть, но большая, зато теперь чистая. Слушай, надо отполировать эту стойку, смотрите, сколько царапин, вообще капец. Закрываем корыца твоя. Мы сейчас с Дашей пойдем домой и попробуем, нам сказали, как я сказал вам, что онлайн возможно все-таки сделать, попробуем. Ну, перед тем, как делать, смотрите, что нам сегодня пришло. Нам пришла коробка. В общем, это будет коробка для Даши. Даша будет готовить кушать. Нам со скидкой 30 долларов. 3 ужина на 2 их. Даша сейчас скроет. В общем, тут, ну, это я, наверное, когда-то рассказывал, показывал. Готовые ингредиенты, Даша. Мастерские. Только не порежься, солнышко, пожалуйста. Вон. Чик. 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 Смотрите, в общем, здесь должны быть аккумуляторы холода внутри. Ну, в общем, достаем все это. Бык. 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 Тут у нас продукты в той дозировке, которые нам нужны. Столько, сколько нужно. Ну, можно доставать хочешь. Возьми торобочку, я достану эту ступу. Вот. 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 Ой. Ну, все нормально. Все роняется. И во внизу еще. В общем, здесь у нас должны быть рецепты. Это все, что мы с ней заказывали. То есть, вот еда. Раз. Что нам нравится, то первым готовим. Что взять написано. Как готовить написано. Потом еще. Да. Три ужина у нас. И все три разных. Выглядит красиво. Стоит прилично. То есть, без скидки он будет стоить нам 49 долларов. И три вечера. Можно предсчитать обеспеченными. Дашуля. Когда будем готовить? Сегодня нет, наверное? Нет, сегодня нет. Да, сегодня мы еще едем в гости. А завтра уже мы что-нибудь попробуем. И вам, наверное, покажем. Процесс готовки показать не будем. Но вот будем показывать, знаете, ожидания реальные. А так, потом можно, грубо говоря, даже эти рецепты сохранить. Пошел в магазин, докупил и сделал. Ммм, вкусняшки. Ну и чего стоило ожидать. То, что у нас банк открыть невозможно онлайн из-за ковида. То есть, раньше можно было. Там я нашел инструкцию. В общем, все любые манипуляции. У меня даже есть банк в счету. У меня есть в банке счет. Который я, в принципе, к нему мог добавить Дашу. Но я даже там не могу добавить. Потому что из-за ковида почему-то нужно идти в банк. Это просто капец. Сейчас я пытаюсь выяснить, какой у Даши тут код света на машине. Я хоть и заказал 1F7 код для ее машины. Вернее, краску. Стикер. Потому что ей не нравятся вот эти вот черные штучки здесь. Она просит, чтобы я о них позаботился. Ну, через недельку-полторы. Вы же помните, я заказал там 12-13 долларов за тебе. Ну, сейчас поехали к друзьям, да, Даши? Поехали. Едем к друзьям и смотрите, какой красивый закат. Это, конечно, не самый красивый, который я видел. Но он все равно такой красивый, прям капец. Мне нравится. Смотрю на парковку и вижу, что мой друган еще на работе. Значит, я, Вова, буду в одиночку с бабским батальоном. Это у девочек новый бизнес. Массаж уже прошлый век. Даже? Да. И теперь у нас цветочный бизнес. Смотрите, сколько там заготовок. Красоты. Живете в Далласе, заказываете. Девочки сделают в лучшем виде. И доставят. Что? И доставят. И даже доставят. Красивее. Это когда из ничего превращается во что-то, да? Да. Приносящие деньги. Скорее, ну, оба срубка не было. Да, конечно. Красиво хоть получится? У меня, да. Смотрите, даже что-то готово. Ну, и красиво. Мне очень нравится. Молодцы, девочки. У меня нет 70 долларов, чтобы за такой букет заплатить. Есть. Ну, молодцы. Стараются. Это самодавное. И когда девчонки натренировались, кстати, смотрите, какой ударший блатной свет. Мы приехали, вернулись домой. На самом деле, девчонки, они только недавно начали бизнес, где-то неделька-полторы назад, но уже у них есть первые продажи, и им нравится. И заработок вроде неплохой. И если повезет, все пойдет и дальше, и даже лучше. А сейчас пойдем домой готовиться ко сну. Ну, пока там Даша разбирает документы, а отжимания никто не отменял. И сегодня целых 30. Аж лицо гореть начал. И на вот такой вот ноте видос наконец-то подошел к концу. Хотя для вас это было очень быстро. Ух. Я думаю, что минут 10. Ладно, счастливо, друзья. Увидимся, скорее всего, завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok